Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Какие особенности богослужений во время поста? Эти особенности нельзя не любить, когда их хоть немножко узнаешь. В ограничении пищи, наших разнообразных развлечений, самих радостей супружеской жизни, только первый шаг для того, чтобы постническое время было проведено с максимальной пользой. Основное торжество в душе этих приуготовительных к Святой Пасхе расположений достигается участием в богослужениях Великопостных. А они различны, но всегда прекрасны и бесконечно для души полезны и увлекательны. В будние дни, то есть с понедельника по пятницу, храм погружается в чтение псалтири, в многие коленопреклонения с молитвой преподобного Ефрема Сирина, «Господи, Владыка, живота моего», и при других кратких и продолжительных молитвах предписываются уставом сотни поклонов поясных и земных за время этих будних дней Великого Поста. Не совершается в эти дни полная божественная литургия на Златоуста за крайне редким исключением, например, когда на будний день Великого Поста попадает праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Во всех остальных случаях, даже при празднике большом, как в среду и в пятницу, позволяется и уставом предусмотрено совершение божественной службы прежде освященных даров. Что это такое, рассказать кратко сложно. Главную мысль, которую вы можете усвоить, это то, что не бывает полной литургии, но агнец, напитанный кровью Христовой, тело и кровь Христова, приуготавливается для причащения на божественной службе прежде освященных даров заранее на последней полной божественной литургии, либо Иоанна Златоуста, либо Василия Великого. По воскресным дням как раз совершается во все дни Великого Поста, кроме вербного воскресения, входа Господня в Иерусалим, именно литургия Василия Великого, начиная с первой недели торжества православия, с первой недели Великого Поста. И вот на ней-то приуготавляются те агнцы, которые будут использованы для причащения и священников, и верных на божественных службах прежде освященных даров. Эти службы являются как бы камертоном Великого Поста. И многие коленопреклонения, и умилительные напевы, меняется ведь самая мелодия, даже яктиньи, если обычная яктинья, которую возглашает диакон, сопровождается достаточно мажорным ответом хора. Господу помолимся, Господи помилуй, паки-паки, о священном мире, о спасении душ наших, Господу помолимся, Господи помилуй, то Великим Постом самая мелодия этих ответов, клира, народа, склироса, звучит уже иначе, минорно. Господу помолимся, Господи помилуй, Многие мелодии становятся вот с таким печально задумчивым завершением. Это вместе с облачением церкви, если не в черной, то во всяком случае в темные тона, в тех аналойниках, покрытиях престола, жертвенника, священческие одежды становятся темными. И таковыми остаются в течение всех будних дней Великопостных. Так что, очевидно, есть свои очень яркие особенности и богослужебные. Субботные, субботние дни часто это поминовение усопших Великим Постом. Хоть и не только, бывает и суббота Федора Тирона, бывает это в конце первой седмицы Великого Поста, бывает и суббота Акафиста, но остальные субботние дни, как правило, именуются родительскими и посвящены поминовению усопших православных христиан. И часто они совершаются уже в белых ризах. И тон и вкус зубокойного богослужения, понятно, что тоже весьма сосредоточенный. И хоть суббота и воскресенье не являются строго постными днями, но и разрешение на рыбу тоже еще для тех, кому это по силам не предлагается. А вот воскресные дни составляют празднование каких-то особо торжественных лиц и событий. Торжество православия, крестопоклонная неделя, вербное воскресенье. Эти воскресные дни исполнены особого торжества, поклонения Господу и Его служению великому, Его пути на Голгофу, Его восхождению на крест, Его смерти во искуплении наших грехов. И они, хоть и торжества, но совпадающие, совмещенные с многими благовейными, покаянными молитвами. Светлейшие личности Григория Палама, преподобный Иоанн Лесничник, преподобная Мария Египетская чествуются в иные воскресные дни Великого Поста. Но богослужение субботы и воскресенья привычно нам по содержанию, так как это мы видим в течение всего года, хотя имеются, конечно, свои особенности. По воскресным дням, как правило, совершается литургия Василия Великого. Она для мирян кажется по содержанию почти такой же, с исключением некоторых возгласов. Например, возглас «Приимите и едите сие из тела мое, и пейте от нее вси сия из кровь моя» заменяются более пространными. «Даде святым своим учеником и апостолам рек» — сначала повествовательная, а потом прямая речь Господа. «Приимите и едите». Ну, а в остальном, может, мерянин обратить внимание только на то, что особенно долго поются тексты, принятые к исполнению нараспев евхаристического канона. «Милость мира, жертва хваления». Почему? Потому что в алтаре в это время читаются особенно пространные молитвы Василия Великого, собою охватывающие и мировую историю, и историю церкви, и домостроительство нашего спасения. В отличие от кратких молитв Литургии Иоанна Златоуста, они более пространны, потому и требуются больше от хора церковного времени к исполнению тех же богослужебных песнопений, как и при Литургии Иоанна Златоуста. Вот некоторые основные отличия. Особенно знаменательно каждое богослужение Страстной Седмицы, каждый из дней которых именуется Великий и Страстной, понедельник, вторник и так далее. Потому, конечно, хочется всем пожелать найти время для богослужений Великопостных. Они бесконечно полезны для всякой души, но для того, чтобы они подействовали на тебя, надо себя организовать, привести, открыть свое сердце, внимать богослужению, активно в нем участвовать, исповедоваться, часто причащаться к святых христовых тайн. Тогда, когда церковь призывает чад своих, примите, едите или со страхом Божиим и верою приступите. И тогда эти особенности Великого Поста послужат к великому благу при уготовлении души к встрече Христа Воскресшего. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.